Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через спорт, через совместные трудности физические, через нагрузку и через местное общение друг с другом В обоих соревнованиях мы берем участие благодаря нашим партнерам Это фонд Allied Forces Foundation, это американо-британский неправительственный фонд Который занимается реабилитацией раненых американских и британских военнослужащих Оба соревнования отличны по характеру Если марафон это 42 километра и 10 километров в городских условиях цивилизованных То марш-бросок в Шотландии, он включает в себя 3 этапа 40 километров Если у тебя есть силы, ты можешь продолжить до 56 И третий этап, если ты еще живой, то 84 километра И на все это выделяется 24 часа И это не городские условия Это Шотландия, та, которую мы видели в фильмах С жестким климатом, с полупустынными территориями, с лесами, речками И, как правило, в это время там идет дождь То есть для настоящих военных это просто радостное состояние души Это марш-бросок И в этом году у нашей команды, которая была там, 6 человек Первый раз мы были на этом соревновании Они показали изумительные результаты Среди них был один ампутированный парень, офицер Он прошел 40 километров на протезе Вы можете себе представить, что это такое А остальная команда, после того, как они его передали на первом этапе На финише 40 километров Продолжили и закончили вместе 84 километра Показал наилучший результат среди всех участников Но задача была не показать результат, а показать командную работу И реабилитацию провести И самое главное, пообщаться с командами других стран Которые брали там участие С такими же ранеными, которые прошли Ирак, Афганистан Там была грузинская команда, которая воевала с российскими Тоже вот войсками в 2008 году Там было о чем поговорить Поэтому к этим ребятам, в отличие от ребят на марафон морской пехоты Было повышенное требование немножко по знанию английского языка Они должны были быть А вот если уже говорим о марафоне морской пехоты Куда, собственно, участников уже, я так понимаю, процесс отбора уже начался Какие там особые требования? Кто может попасть в эту десятку? Ну и опять же, не мало ли? Вот квота всего 10 Почему вот она, ну я не знаю, может это не мало Но мне кажется, что это совсем маленькая квота От чего это зависит? Почему столько участников наших могут принять участие? Квота связана с теми возможностями, которые может предоставить этот фонд Light Forces Foundation Это связано с размещением на военном объекте, где будет команда проживать Транспортированием и так далее, и так далее Эта квота нормальная для всех иностранных команд, которые берут там участие Если мы хотим послать туда больше ребят, это должны делать уже отдельно за свой счет И с размещением их там, где у нас получится Это получится отель и так далее, что в общем-то достаточно дорого Но мы можем количество увеличивать, насколько есть у нас ресурсы в Украине А есть ресурсы? Или может сейчас поиск возможностей ресурсов происходит? По этому проекту мы работаем в основном со спонсорами Первый марафон, когда проводили 4 человека, команду отбирали Спонсорами, скажем, на перелет до Вашингтона самолетами, авиакомпаниями Взяла на себя офис НАТО в Киеве Надо дать должное их руководителям, они очень позитивно отнеслись к этой идее И они обеспечили проплату авиабилетов Другие компании, маленькие компании, средние компании Украины Они подготовили, допустим, дизайн формы, пошили форму за свой счет Кто-то оплатил визовый сбор Ну, поддержка есть, я поняла В этом году, соответственно, тоже все спонсоры, кто готов поддержать нашу команду Их участие будет обязательно отмечено Международный этот фонд, который занимается реабилитацией Готов на своих футболках, на своих знаменах вывесить бренды, которые поддерживают украинские бренды наших раненых и так далее Хорошо, как будете отбирать, я не знаю, лучших или из лучших, или более способных Или кандидатов, вот что вы уверены, что именно этим кандидатам, ну, как говорится, больше всех НАТО туда поехать для реабилитации Какие критерии и какие требования к кандидатам, да? Ну, во-первых, они все должны подтвердить, что они раненые Не достаточно сказать, ты должен представить медицинские документы Потому что это для раненых, это не для людей, которые нормальной физической формы Это первое Второе, они должны быть физически готовыми к этому соревнованию Потому что там есть 10 километров, это, как правило, для тяжело раненых Как правило, ампутантов, у которых нет рук, ног, они могут бежать на протезах Это 10 километров и 42 километра, это даже для здорового военнослужащего не так легко А человека после поранения, это вообще очень тяжело Поэтому будет проводиться 20 числа контрольное тестирование на дистанции 2 километра Для тех, кто хочет бежать 10 километров И на дистанции 5 километров, кто будет бежать 42 И третье, это будет собеседование с каждым из них, кто пройдет эти первые два отбора Насколько они мотивированы, насколько они морально-психологически готовы к этому И в этом году впервые мы проведем такое небольшое тестирование, собеседование по знанию английского языка И вот эти, вы уже как-то об этом сказали, да, для чего эти соревнования проводятся Что они дают, что ветераны-участники получают И как бы уже не первый год, да, это уже третий раз Это третий раз Третий раз, вот именно в этом марафоне, да, морской пехоты США Наша команда будет принимать участие Есть какие-то результаты, которые вы увидели? Вот, может, какие-то достижения, что вы понимаете, что это надо делать Надо принимать участие, может, на примере какого-то одного человека Или даже на примере команды нашей Все команды, которые прошли, это две команды Особенно я хотел бы выделить первую команду 2016 года Потому что она отбиралась из самых тяжелых случаев Они практически все, два было ампутанта, ног, надо было бежать на протезах Одно было тяжелейшее ранение у парня, тоже связанное и с ногой, и с другими делами Третий тоже получил очень много различных шрапнелей в свое тело В чем основной эффект? Все они после возвращения, после этих соревнований Стали активными в своей жизни Они не стали думать только о себе Они стали думать о том, как помочь другим Вадим Свириденко, который был в этой команде одним из наиболее таких позитивных случаев Он сейчас уполномоченный президент Украины по вопросам реабилитации раненых И координации разных ведомств, как это делать Только такие люди, как он, могут понимать, насколько это важно есть Другие ребята из этой команды, они активны в своих регионах Они все из разных регионов И юг, и центр представлены там Они на месте являются активистами этого дела Вторая команда, то же самое Когда они прошли и увидели, что это такое Когда 30 тысяч человек бежит И среди них они увидели много таких, как они И причем потом они обменивались историями И понимали, что эти люди не депрессируют Они не ждут от кого-то подачек Они сами интегрируются Они помогают другим Это абсолютно другие люди Я их встречал до соревнований, когда на отборе А когда уже после соревнований Это совсем другие люди И в этом основной принцип реабилитации Они понимают, что жизнь только начинается Это плюс И вот вы долгое время были атошепы по вопросам обороны Украины При посольстве Украины и США И занимались, кроме прочего, реабилитацией наших воинов Сейчас насколько активно и в полной ли мере Мы используем опыт других стран В вопросе реабилитации воинов И может уже на пятый год войны У нас уже есть собственный опыт И чем-то мы можем уже поделиться С другими странами, партнерами Мы среди тех немногих стран в мире Которые имеют реальный боевой опыт на своей территории Мы просто знаем уже, как надо воевать Мы имеем людей, которые знают, как это нужно делать Мы имеем опыт, но мы имеем и раненых Соответственно, мы имеем свой опыт реабилитации В наших условиях, с нашими ресурсами И реалиями, да? И реалиями И нам тяжело, конечно, соревноваться с такими странами, как Америка В этих вопросах, где миллиарды выделяются на эти средства Но мы активно работаем сейчас с партнерами по НАТО У нас есть страстовый фонд НАТО, специально созданный для того, чтобы помогать украинским раненым И активно работаем с Соединенными Штатами В этом году, в 2018 году, например, Конгресс США впервые принял закон, бюджетный закон На оборонные расходы в 2018 году Где прописал о том, что разрешено выделять ресурсы на реабилитацию и лечение украинских военнослужащих В американских военных госпиталях за счет американского правительства Это уникальное решение, которого не было еще никогда в истории Соединенных Штатов Когда в законе была прописана конкретная страна под конкретную цель Я сегодня вернулся к совещанию, которое мы проводили в Министерстве оборудования Совместно с представителями Офиса Уполномоченного Президента по вопросам реабилитации И другими также Именно о том, как правильно вместе с американской стороной Реализовать вот эти возможности, которые возникли на американском направлении У нас люди это понимают Для нас это все-таки немножко новая сфера Работать с партнерами так плотно, но все идет в правильном направлении Это только возьмет немножко дополнительных сил и ресурсов А что вот происходит в направлении Помощь наших партнеров, да, такого стратегического, как Штаты Это очень важно Но все-таки, наверное, как-то мы должны делать так, чтобы в нашей стране были те условия, да, для реабилитации Наверное, какая-то программа реабилитации, да, государственная стратегия, если хотите Для того, чтобы мы в какой-то момент уже могли сказать, что мы не нуждаемся уже в этой помощи Мы можем обмениваться опытом Мы можем друг у друга как-то общаться, да, смотреть как, что у кого Но мы можем уже сами себе в этом смысле помочь В этом контексте что-то происходит? Двигаемся мы куда-то? Мы двигаемся Во-первых, всегда надо исходить И Украина должна выучить и забить прямо у себя, я не знаю, во всех законах Мы должны, мы должны всегда готовить себя к ситуациям Когда мы должны выживать с теми проблемами, которые у нас возникают Сами, без помощи изне на какое-то время И общество должно строить себя И все делать для того, чтобы именно к этому критическому моменту подойти История нас научила в 2014 году, что такое пренебрегать этим Партнеры, друзья, международные организации Они должны быть вторичными в этом деле В основном на первом месте должна быть мотивация и желание И политическое желание в нашей стране эти вещи проводить самостоятельно У нас очень сильное гражданское общество Очень сильное Оно стало основой того, что страна смогла с 2014 года прорвать эту черную полосу И выйти уже куда-то в более-менее нормальном направлении И это только займет какое-то время, прежде чем мы что-то достигнем Основные усилия идут, конечно, по линии, я бы сказал, гражданского общества сейчас Государство начинает подключаться, где может это связано с ресурсами У нас не такие ресурсы, как есть У нас недостаточно эффективный менеджмент в государстве И это надо признать, и над этим надо работать У нас еще достаточно много бюрократии и людей, которые, ну так скажем, равнодушны к этой проблеме Хотя сидят на уважаемых должностях, которые могли бы что-то внести Ну, вы знаете, вы про гражданское общество говорите, да, когда война началась, вспомним, кто первым пошел отстаивать суверенитет Украины Это были добровольцы, сейчас это большинство, да, уже контрактники И, наверное, в этом контексте тоже вот мы идем по той же схеме Сначала гражданское общество подключается, а потом уже государство опять же подключается Спасибо вам за этот разговор Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был генерал-майор запаса вооруженных сил Украины Координатор отбора украинской команды на 43-й марафон морской пехоты США Владимир Гаврилов А я, Христин, остаюсь с вами, прощаюсь Но вы же оставайтесь телеканалом ЮЭТВ Потому что именно здесь вы найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине Редактор субтитров А.Семкин